Духовные состояния Если так по часам разобраться, то большую часть жизни человек молчит, и хотелось бы узнать, в чём духовный корень такого состояния, молчания? Ну, очевидно, что мы можем выразить свои эмоции, если их надо выражать, кому-то выражать. В небольшом объёме их передачи по времени, по импульсу и так далее. Я лично не вижу в молчании ничего порочного, наоборот. Молчание – золото, знаешь, как говорится, и молчание – это признак ума, это признак внутренней работы, самоуглубления человека в себя. Так что, в общем-то, молчание поощряется больше, чем болтовня. Да. А вообще молчание – это, можно так назвать, что это – передача информации? Молчание может быть и передачей информации, смотря какое молчание. Конечно. Ну, а что такое в духовном понятии молчание, разговоры? Есть такое? Ведь в духовном мире мы говорим, что нету тела человека, значит, человек не может разговаривать. Как там происходит обмен информацией? В духовном мире обмен информацией происходит с помощью передачи намерений, чувств, но не обязательно вербально. Может быть, не открывая рта, не проявляя мимики. Просто человек желает воздействовать без всяких внешних выражений на кого-то. И получается это. Да. То есть, в духовном мире есть тоже такие понятия, как разговор, речь, и есть понятие молчания, так? То есть, можно молча общаться с Творцом, а можно и разговаривать, так? Да. А в чём разница? Разница, я тебе скажу, что иногда у нас бывали такие занятия с моим учителем, с Рабашем, когда собиралось, ну, много учеников, там, 15-20 учеников, и мы сидели за столом, и он вдруг говорил, давайте сегодня помолчим. И все мы закрывали рты, могли закрывать глаза или не закрывать глаза, неважно, и молчали. Такое молчание обычно бывало по где-то полутора-двум часам. И это было не тяжело. Наоборот, внутренне при этом ты как бы разговариваешь со всеми, причём с таким накалом страстей бывает это такое, прорывается в тебе. А снаружи все сидят и молчат. Не, ну, большую часть времени человек разговаривает сам с собой. Вот с кем он говорит? Со своим эгоизмом? С кем? Кто там внутри находится? Или это какая-то высшая сила? Как отличить, что я говорю сам с собой, с Творцом? Есть какая-то возможность разделить? Да нет, это всё, что ты себе представляешь. Это могут быть близкие, далёкие, родственники, родители, дворец, злая сила, добрая сила, неважно что. Кого ты себе представляешь, с тем ты и говоришь. С тем ты и общаешься. Ну, в принципе, если бы не было пауз, а были бы только одни звуки, разговоры, то мы бы не слышали вообще друг друга. Поэтому паузы, наверное, они важны. Да, это очень интересно видеть в этих телевизионных шоу, когда встречается несколько политиков, и каждый говорит, не обращая внимания на другого, и тогда сплошной шум. Это характерно для них. А обычные люди всё-таки общаются так, чтобы дать другому время высказать себя, проявить себя как-то. То есть у них происходит уже какое-то уважение к другому. То есть, в принципе, пауза, молчание, разговор – это как вдох и выдох, да? То есть невозможно постоянно вдыхать. Это необходимые естественные элементы. И вот хотелось бы узнать, вот Вы уже сказали, на каббалистической трапезе, вот часто используется, не только у Вас, я знаю, и более древних каббалистов, такой элемент, как молчание. Чем это отличается от обычной медитации, как принято сегодня? А мы говорим при этом, только мы говорим невербально, не открывая рта. Мы как бы переговариваемся друг с другом, возражаем, соглашаемся, находимся в спорах или в каких-то дискуссиях. Это всё происходит, не выпуская ничего из себя. То есть это не просто представлять себе какой-то белый свет и просто сузить своё мировоззрение, сконцентрироваться на какой-то точке. Это просто обычный разговор, только внутри. Да. Да. И он воздействует. И это воздействие друг на друга, оно постепенно где-то проявляется. Так в чём польза от этого? А польза в том, что это метод, когда ты никому не мешаешь. И тебе якобы никто не мешает. И Вы можете говорить с любой скоростью, что угодно, друг для друга, и при этом прекрасно начинать впоследствии понимать результаты своих таких бесед. Я именно за то, чтобы люди вот так общались. Ну, слово – это сила. А вот молчание можно назвать силой? Конечно. Ого! Это особенно проявляется в семье, когда жена, допустим, молчит. И муж никак не может вызвать её на разговор. А она молчит. Это не сила? Знаю, не пробовал, но… Трудно не согласиться. Ну да, то есть она что-то хочет этим сказать, этим молчанием. Понятно, это какой-то вид передачи информации. Очень сильный. Или вообще, когда с тобой не хотят разговаривать, объявляют какую-то вот такую вот… Бойкот. Да. Дальше. Когда человек обязан говорить и когда молчать в духовном развитии? Есть ли какие-то периоды или… В своём духовном развитии человек должен общаться и как можно больше, даже можно сказать постоянно, с Творцом. То есть постоянно-постоянно быть на связи с Творцом. Я Творцу, а он мне. И вот на этой линии связи я должен быть постоянно. Постоянно включённым. А все остальные виды связи с товарищами по группе, с которыми мы вместе производим духовную работу, это в зависимости от того, насколько мы можем действительно быть в связи, творческой, продуктивной, чтобы не мешать друг другу, а помогать друг другу. То есть с Творцом надо разговаривать постоянно, а с товарищами можно и помолчать иногда. Вообще есть такое, вспомнил пословицу, что если ты разговариваешь с Творцом, то это хорошо, а приветствуется. А вот если Творец с тобой, то это надо уже обращаться к врачу. Это как? То есть… Ну вот… Есть такое, что Творец разговаривает с тобой, ты слышишь голос какой-то там? Нет-нет, это тоже верно. В Кабале это и то имеет место. А, то есть есть такое? Конечно. Но голос Творца – это не голос. Это ощущение, что ты получаешь внешнее воздействие. А насколько это чётко, что человек может сказать, что это так? Потому что многие люди так ощущают. Как это проверить? Никак ты не проверишь. И в каких-то иллюзиях своих. Никто никак не может этого проверить. Это только зависит от того, насколько человек правильно представляет собой общую связь его с Творцом. Есть вообще такое понятие – обет-молчание. Ну, то есть воздержание от разговоров. Да. Что это и для чего это используют? Ну, это потому, что люди уже давно поняли, что молчание является намного более важным проявлением человека, чем какие-то разговоры. И поэтому всегда говорят, что если речь стоит, допустим, сотню, то молчание стоит 200. То есть в два раза больше. Ну, это так, грубо говоря. Я не помню точно так и сказано. Ну, в общем, если это серебро, то это золото и так далее. Я с этим абсолютно согласен. Не, ну а что такое обет? Обет-молчание – это значит, что человек – это как бы разговор, это вообще какой-то грех какой-то? Да, да, да. Когда человек берёт на себя обет-молчание и всё, закрывается и не говорит. Насколько, ну, допустим, на год, на два. Я так понимаю, есть такие, которые всю жизнь не говорят. Есть такие тоже, да. Это очень неплохо. Так что, в принципе, нам не о чем говорить. Если мы не говорим, а думаем вместо разговора, то вдруг мы понимаем, что мы можем отлично всё уладить без разговоров. То есть, в принципе, вы за мир без разговоров? Было бы хорошо, если бы люди не разговаривали? Конечно. Ну, не тотально, и все мы вся. Мы же с детьми, с женами, с соседями, по работе и так далее. Но, в принципе, если мы смогли бы ограничить себя чётко в разговоре между нами, в пустых разговорах, то было бы хорошо. А что вообще предпочтительнее? Высказать человеку правду в глаза или промолчать? Промолчать всегда полезнее. Ну, вот в книге «Зор» написано, что если один человек читает книгу Торы, то другой должен соблюдать молчание. А если двое читают Тору, они наносят ущерб высшей вере. То есть двое – это доброе и злое начало, там объясняется в человеке. Только когда одно из них молчит, а другое говорит, можно читать Тору. А иначе нельзя. Вот объясните, что это? Ну, то есть, когда в человеке, говорит, только одна сила, то ему понятно причина, сам процесс и следствие. И тогда это его обучает. Это его ведёт куда-то. А если он не понимает разницы между этими двумя сторонами своего существа, то, конечно, ни неправды он узнать не может. Ну, в принципе, это и во внешнем так, да? То есть, если один читает, то другой должен молчать. Ну, вот вы часто, да, несколько раз говорили про то, что слово – это серебро, а молчание – золото. Мудрецы тысячи лет уже об этом говорили. Каббалисты всех поколений, они остерегались вообще открывать рот, чтобы не разгласить, ну, там, чего-то недозволенного такого. А вот что можно такого раскрыть, что может навредить, ну, не знаю, людям, человечеству, что так остерегались вообще? Ну, дело в том, что у каждого своя судьба, у каждого свой путь. И нельзя одному человеку вмешиваться в то, что делает другой-то человек. Он сам должен выбирать свой путь, свои поступки, анализировать их и решать, что дальше делать. А если он будет со всех сторон слушать всякие советы, как это обычно делается у нас, сыплется на нашу голову из газеты, из телевидения и так далее, то, конечно, эти... то, конечно, эти советы, действия, они только ограничивают человека и ни к чему хорошему не приводят. Но вообще, какой информацией обладали каббалисты на протяжении веков, что вот они молчали и не разглашали вот эти тайны? О чем они молчали и чем это могло навредить людям? Все информации обладали, абсолютно всей. А что от них было скрыто? Что каббала – это наука, которая развивается в соответствии как и другие науки. Древние каббалисты были посвящены во все тайны природы, так же, как и даже сегодняшних каббалистов таких нет. Так я вот говорю, а какие там тайны были, что нельзя было их распространять и надо было молчать? Ну, так же, как и сегодня. Те же самые тайны. Ну, хоть одну скажите тайну. Что нет никого, кроме Творца. Что в мире есть только одна сила, да? В мире есть только одна сила. И это нельзя было раскрывать? Да. Потому что люди хотели, чтобы было много сил разных. Они так себе придумывали. Ну, да, в принципе, древним грекам было бы очень обидно, если бы только одна сила. Ну, что бы они делали, если бы им нечем было заниматься? Ты же помнишь Древнюю Грецию? Сколько там всяких этих статуй, голов и так далее, в каждой деревне там свой музей. То есть можно так сказать, люди находились на таком развитии, что они не могли воспринять, что есть одна сила. Потому что они видели, что есть много сил в мире. Поэтому нельзя было это им раскрывать, я так понимаю. Да. И поэтому молчали. Далее, вот тоже, может, наверное, похоже, что о пользе молчания есть множество таких цитат. Например, молчание – это ограда мудрости. Вот объясните, что значит молчание – это ограда мудрости. То есть, когда человек молчит, то он сохраняет свою мудрость, не распыляет ее. А если он болтает, то вся его мудрость постепенно, постепенно из него вытекает в воздух и ко всем другим. Вообще, надо понимать, что молчание, оно всегда предпочтительней. Всегда. Нет в мире ничего такого, чтобы стоило распространяться об этом. Наоборот, лучше смолчать. Всегда лучше смолчать. Да, но все-таки для чего тогда человеку дана речь? Для того, чтобы держал язык за зубами и говорил только необходимое. То есть, тут как бы такая свобода выбора дана человеку. Он может говорить необходимое, а может говорить и разные вещи. Ну, вот лучше разные вещи молчать. Ну, вот еще есть такая цитата Менахама Менделя и Скотска «Нет большего крика, чем молчание». Да. А, не чем тишина. Что это означает? Что если человек должен что-то сказать, как будто бы нам кажется, но он молчит, то мы воспринимаем его молчание как очень серьезное заявление. Ну, вот последний вопрос. Если бы люди молчали, то действительно мир бы был лучше? Чище. Мы засоряем мир нашей трепотней. А можно так сказать, что разговоры вообще-то от нашей несовершенной связи, в принципе? От того, что мы вообще относимся так пусто к нашей жизни, к нашим мыслям, к тому, что другие говорят. И мы говорим, что мы просто постоянно трепемся. А надо больше молчать. Но это исходит как бы от нашей природы, от эгоизма. Да. И, в принципе, если бы, чем больше человечество будет, ближе будет к исправлению, к раскрытию этой высшей силы, тем меньше понадобится вообще разговоров. Так я понимаю? Да. И что и в конце концов, допустим, если, как пишет Бальсулам, в своем последнем поколении произведение, что, ну, когда большинство людей в мире будет находиться уже в этом свойстве отдачи, в свойстве Творца, то получится, что люди перестанут вообще как бы общаться. Ну, в смысле разговаривать. Будут общаться другим способом. Я не думаю, что будут разговаривать. Будут думать и мысли будут передаваться. Будут как-то, ну, выражать себя более конкретно. Более как-то условно упакованно. Ну, вот вы можете вспомнить, вы со своим учителем много проводили времени вместе. Вы много разговаривали, мало, молчали? Только если спрашивал я, он отвечал. А если я не спрашивал, он молчал. И очень много времени мы проводили вместе, закрыв глаза и ничего не говоря друг другу. это самые лучшие часы. То есть вы не могли просто так вот взять и начать о чем-то с ним разговаривать? Я мог, но я понимал, что это должно быть что-то серьезное. в принципе так надо относиться и ко всем остальным. То есть если уже о чем-то говорить, то только о серьезном или вообще лучше молчать? Да. Это ваш совет? Да. Это правильное отношение ко времени, к миру, ко всему. Хорошо, большое вам спасибо за выяснение и до следующей встречи. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok